Пятый вузовский открытый отборочный чемпионат из ЖГТУ имени Калашникова по стандартам WorldSkills открыл ректор вуза профессор Грахов. Истинно рады видеть вас здесь вновь уже на пятом чемпионате движения WorldSkills. Я бы хотел, дорогие друзья, сказать, что этот чемпионат выявляет самых креативных, самых интеллектуальных, самых ищущих лидеров в студенческом движении. WorldSkills – это самый престижный чемпионат профессий, позволяющий продемонстрировать свое мастерство, стать лучшим в регионе, стране и даже в мире. Основная цель проведения чемпионата – это повышение востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей. Все задания, которые мы даем уже не первый год, они идут напрямую от производителя. С нами традиционно не первый год работает компания-концерн «Аксион», и для этого «Аксиона» они, участники, разработают конкретные продукты. В этом, в общем-то, и фишка состоит нашего подхода в том, что мы не просто создаем какие-то эфемерные продукты, а пытаемся их соединить уже непосредственно с каким-то конкретным производителем. В этом году в чемпионате приняли участие 59 конкурсантов, которые состязались в 8 компетенциях. Кстати, о компетенции традиционным добавилась еще одна – машинное обучение и большие данные. Следует подчеркнуть, что задания участников чемпионата с каждым годом становятся все сложнее. Эксперты утверждают, это объективный и неизбежный процесс. В том году у нас было 5 модулей, в этом году уже 4 модуля, но временное их выполнение увеличилось. То есть задания посложнее, чем в том году. Считается, что задания должны быть невыполнимы в принципе на 100%. Если задание выполнимо на 100%, это плохое задание. По идее, они должны постараться выполнить максимальный объем, который смогут. А что будет делать главный эксперт, если ни один из участников задания не справится? Ну, такого у нас не будет, у нас все участники подготовлены. Как показывает практика, труднее всего достается участникам компетенция эксплуатации беспилотных летательных систем. Наша дисциплина шибко, быстро развивается, поэтому изменения не просто с каждым годом, с каждым полугодием. Изменяются задания конкурсные, изменяется техника, изменяется программное обеспечение. Догонять это крайне сложно, но тем не менее нас это требует, и мы это вваливаем в конкурсные задания, и конкурсанты это выполняют. По мере способности, по мере удачливости, по мере работоспособности техники. И еще один аспект этого мероприятия, даже не технический, а скорее философский. Можно ли научить талантливо рисовать, танцевать или петь? Можно ли научить успешному бизнесу, даже если ты отличник и участник всех интеллектуальных чемпионатов и олимпиад? Теоретически, да, но должна быть еще одна составляющая успеха. На эту тему рассуждает главный эксперт компетенции предпринимательства Светлана Фирсова. Если человек имеет какое-то внутреннее чутье, если у него есть стремление, желание разобраться во всем, и он, окунаясь во все это, погружается и живет этим, то тогда да, действительно есть. Мы знаем много случаев, когда ребята, которые учились не очень хорошо, но смогли добиться очень многого, потому что им это было интересно, и они, погрузившись, вот полностью отдались в бизнесу. А есть ребята, которые учатся отлично, они знают все теоретически, но у них вот нет этой чуйки, жилки, да, и не получится. Они могут быть хорошими исполнителями, но именно хорошими бизнесменами навряд ли смогут стать. Три дня чемпионата остались позади. Пришло время подводить итоги. Открывал соревнования вузовских интеллектуалов ректор из ГТУ профессор Грахов. Он же поставил точку. Очень приятно видеть лица, уставшие, но счастливые. И так и хочется, ребята, вам сказать огромное спасибо. Вы подарили университету праздник. Согласно протоколу, все победители компетенции получили дипломы и призы. Для многих из них это первый значимый успех в будущей карьере. Главное – не останавливаться на достигнутом. И для этого есть шанс участия в следующем чемпионате по стандартам WorldSkills. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова